Европейские стандарты на ульяновских дорогах. По нас проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» региональные трассы обзаводятся полотном из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который не просто устойчив к износу, но и обладает свойством снижения шума. Появились и новые светофоры, остановочные павильоны, знаки, пешеходные дорожки, бордюр, однако не всё так гладко, как хотелось. Качество асфальтобетона, качество укладки, оно соответствует нормативам, современным требованиям. Но то, что касается тротуарной части и организации работ, к сожалению, никаких изменений не произошло. Основные замечания. Не везде есть разметка, не убран мусор. Некоторые уже отремонтированные тротуары, к удивлению проверяющих, оказались под водой. Нас с Паской проверяющих неприятно впечатлил контраст нового асфальта и старой брусчатки между трамвайными рельсами. Перед администрацией города поставлена задача исправить центральную улицу. Четырёхуровневая система контроля даёт свои плоды, однако чиновники решили, что этого недостаточно. «Мы выполним испытания на колее образования на некоторых участках. Но это дополнительный контроль качества, там, где мы сомневаемся, где неуверенность в качестве уложенного асфальта в самой составе, не в качестве выполненных работ, а в качестве самой смеси». Устроят серьёзный экзамен, проверят на водонасыщение после испытания на плотность. Далее в работу пойдут керны, проверят, правильно ли уложен весь асфальт. К 2024 году по нацпроекту необходимо привести в нормативное состояние половину дорог регионального значения, уменьшить количество мест концентрации ДТП на 50%, отремонтировать на 85% дороги городские. «Задачи по следующему году, в принципе, у нас все объекты расписаны уже до 2024 года включительно. Не предполагается снижение и уменьшение объёмов ремонта. То есть каждый год на уровне 110 километров в целом по региону только в рамках нацпроекта будет ремонтироваться. Кроме национального проекта у нас ещё действует свой региональный проект, безопасные дороги. В рамках него порядка 200 километров автомобильных дорог ремонтируются». На очереди улица Верхнеполевая, Старый мост и строительство новой четырёхполосной дороги на улице Маслова в Засвияжском районе. «Это вот улица Автозаводская. Здесь вот РУВД. Это вон она стоит. То есть полноценным перекрёстком мы уходим уже на перспективную автомобильную дорогу. С выходом это будет продолжение на Азовскую. То есть вот то направление, которое она выйдет на Азовскую уже полностью. И увяжет как бы дублёр Московского шоссе. Учитывая то, что здесь будет основной поток идти, а уже не через Псковёвское кольцо, поэтому дорога предусматривается четырёхполосной». Чтобы привести в порядок все проблемные участки городских дорог, необходимо 900 миллионов рублей. Какие объекты войдут в перечень ремонта на следующий год, станет понятно после ноябрьских торгов. Марина Тимофеева, Константин Никитин. Репортер 73.